Добрый день, друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Олег Николаевич Киселёв. Олег Николаевич, приветствую. Добрый день. Когда же мы закончим уже с финскими истребителями? Сегодня. Отлично. Надоели уже. Вот так вот. Но сегодня у нас будет завершающаяся серия про финские истребители в зимней войне. Для начала напомню немножко... Краткое содержание предыдущих серий. Нет, зрителям немножко напомню ситуацию на фронте к концу февраля. Сегодня у нас речь пойдет, так сказать, о завершающем этапе зимней войны. Да, кто не смотрел, посмотрите, три ролика будут в описании предыдущих про боевые действия. В общем, в середине февраля, как известно, финны оставили главную оборонительную линию, линии Маннергейма. Прошу прощения, автологии, отошли на промежуточную позицию. Наших догоняли долго, потому что, естественно, из-за огромного количества войск, сосредоточенных на Корейском перешейке, там возникли пробки, артиллерия отстала и так далее и тому подобное. Но 28 февраля 7-я армия вышла к промежуточному рубежу и буквально там за пару дней выбил финнов и оттуда финны отошли на толовую оборонительную позицию, так называемую позицию Т, идущую от Выборга. И уже 2 марта часть Красной армии вышли к Выборгу и начали бои за город. Фины сосредоточили там достаточно серьезные силы, фактически весь 2-й армейский корпус. Поэтому бои приняли зачинной характер и в какой-то момент наши решили отложить на время штурм Выборга. Из-за сильно растянутого фронта пришлось для затыкания образовавшихся дыр стягивать все возможные силы в район Корейского перешейка. К тому же с оставлением приморского фланга возникла угроза выхода Красной армии на северный берег Выборгского залива. Пришлось там быстренько формировать так называемую береговую группу, для чего войска стаскивали со всех других направлений, ослабляя там действующие группировки. В частности с северного приладжа войска забирались из Лапландии, была снята по сути вся Лапландская группа. В общем на фронте тела шли мягко говоря печально для финской армии. А вот у командира 2-го истребительного полка дела шли гораздо лучше. Почему? Потому что техника продолжала идти уверенным потоком уже в феврале. Пришли все мораны к концу месяца. Вот фактически закончилось формирование 28-й истребительной эскадрильи. С 25 февраля, как мы в прошлый раз говорили, она взяла полностью на себя оборону турку, что позволило высвободить находившийся там отряд Тахола из 6 фокеров на 4-й эскадрильи мощные силы. С 11 февраля 26-я эскадрилья начала получать Фиаты. Но поскольку у них Фиаты-то они начали получать, но поскольку машина была не освоена, некоторое время пришлось потратить на освоение истребителя. Где-то порядка двух недель у них на это ушло. Причем в 26-й эскадриль достаточно много было опытных пилотов. Вот. Там было два полноправных АСА. Это, собственно говоря, командир 3-го отряда 26-й эскадрильи лейтенант Урха Неминин и лейтенант Пухака. То есть, они уже по 5 и более побед одержали. Собственно говоря, отряд на Фиатах был выделен в отдельное. Ну, он всем подчинялся там командир 26-й эскадрильи, но считался такой самостоятельной единицей. Отряд Неминин. Вот. Поскольку остальные два звена, как мы, надеюсь, помните из прошлой лекции, были подчинены 24-й эскадрильи. Вот. Этот самый отряд Неминин впервые вступил в бой 25-го февраля. Они вступили в бой с истребителями. Опять же, 149-го и АП. Ну, Фиат, формально говоря, имел достаточно серьезный превосходство на Д-16 по скорости. Там, даже над, ну, новейшими, там, на тот момент из 16 и по 17, там, почти 20 километров в час. Но, 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 все это свое превосходство, он мог делать на высоте, там, ну, 5000 он максимально. На высоте 5000 метров максимальные характеристики развивал. А где-то до 2000 метров и шаг имел над ним, ну, такой, не сильный, но, в общем-то, превосходство в летных данных. Где-то там 1000 до 3 они примерно равны были. Ну, а дальше уже как преимущество переходило к Фиату. Вот. Ну, в данном конкретном случае бой закончился ничем. Обе стороны разошлись, так скажем, довольные собой. Вот. А на следующий день, собственно говоря, были одержаны и первые победы. Тут надо сказать, что отряд Немнина главной задачей было прикрытие железнодорожного узла Ковала и находящегося ряда, рядом моста через реку Кумиёки. Это, ну, да, на карте будет видно, но так, чтобы это, грубая, был кратчайший, кратчайший железнодорожный ветк от Хельсинки к фронту. То есть, с точки зрения стратегической значимости, это был очень важный пункт. Не этот мост всю войну наши бомбили. Да. Это... Я блеснул познаниями. Мы еще там в конце там завершились вообще феерической акцией. К сожалению, безрезультатной. Ну, так вот. Наши, как ты совершенно справедливо заметил, бомбили эту Ковала и этот мост через Кумиёки. В общем-то, ну, весь февраль прям с регулярностью. То есть, как только позволяла погода, сразу летели бомбить Ковала. Вот. Ну, поскольку результата не приносило все это. Наши, причем, прекрасно понимали. Ну, потому что, опять же, фотографировали регулярно, вот, смотрели, как, что там получалось. Вроде прилетели, все разбомбили, поезда идут. Ну, там, как бы, еще такой момент есть. Во-первых, там, соответственно, был достаточно большой запас рельс, шпал. То есть, очень быстро восстанавливали. Сами пути, да? Да. То есть, даже то, что нам давалось разрушить, она там в течение двух-трех часов восстанавливали. Вот. И наши пришли к выводу, что, как бы, даже ежедневная бомбардировка не приносит должного эффекта. Бомбить нужно, там, буквально, в конвейерном режиме. Вот. И, собственно, 26 февраля впервые это опробовали. Было произведено три налета. В УТИ еще сидел несколько гладиаторов. Честно говоря, что-нибудь там делали, я не очень понимаю. Видимо, это машина, которая 26 эскадриль получила, но уже там по звеньям не распределяла, готоваясь их передать в первый авиаполк. Вот. Они, видимо, тоже вылетали на перехват, потому что наши регулярно упоминают гладиаторы. И, ну, они реально там летали, потому что у них даже победы есть. Первый налет финны не смогли отразить. Наши истребители сработали на пятерочку. В общем-то, отбили финские патаки. Второй налет, это был 35 по МСБ 31-го бомбардировочного полка. И с ними летели 5 пикировщиков из 85-го особого авиаполка особого назначения. Ну, когда там всякий уважающий себя знаток истории скажет, какие пикировщики в 31-м году. В 39-м. В сороковом уже даже. Да, в сороковом. Но все равно, какие пикировщики у нас в сороковом году. В роли пикировщиков выступали ДБ-3 и СБ. Там чуть-чуть доработанные. С небольшими, так сказать, доработками. Вот. Они должны были, собственно говоря, этот мост через эту Кимиоке уничтожить. Ударом с пикированием. И вот они, значит, группа СБ пошла на Ковалу. Сопровождала все это дело 18 истребителей 149 и АП. Такая сборная солянка из-16, 153 и 15 бис. Причем и 15 бис было ровно половину от этого состава. Девять штук. Ну, в общем, да. Собственно, присутствие 15 бис в полку, основная задача которого была именно сопровождение бомбардировщиков. Она говорит очень, так деликатно выразимся, очень странной распорядительности советского командования. Об этом мы в следующих лекциях. Да, про это мы поподробнее говорим, как будем про нашу авиацию разговаривать. Но, в общем, состав был такой. И вот это, значит, группа, СБ, она прям спокойненько прошла на Ковалу, отбомбилась по ней безо всяких проблем. Истребители приняли бой с финнами. В это время пикировщики пошли на Этмост. Отделились основной группой, пошли. Фины попытались их перехватить. Сопровождавших там пятеркой-16, по-моему, завязалось в бой с гладиаторами. И в это время, значит, появляются два ФИАТа. Они атакуют пикировщики. Тут прям, ну, можно сказать, за нашу гордость расцветает в пышном цвет. Мы финны, естественно, заявили, что они там сбили 1ДБ-3. Сбил его мой любимый финский летчик Линдамаа. Вот. У него за время финской войны три победы. И все три не подтверждаются. Причем вот в данном случае, например, вернувшийся сбитый им бомбардировщик имел четыре пробоины в хвостовой части. Но, кстати, все равно повезло, потому что все-таки у ФИАТов были крупнокалиберные пулеметы. Нет, там не то, что повезло. Короче, когда наши поняли, что сейчас им может прилететь, ДБ-3 сбросили бомбы с горизонтального полета и прикрыли, короче, удар СБ с пикированием. То есть они вступили в бой с ФИАТами. Дали возможность СБ отбомбиться с пикированием. Они там даже куда-то в нас попали в лесодорожную. А еще, значит, один ФИАТ участвовал в бою с стребителями. Это был тот самый, значит, как его, Пухака Олли. Олли, да, точно. Я вот забыл, как его зовут. Хорошо, что ты помнишь. И он заявил сбитым 1,16 и поврежденным 1,15 бис. По злой иронии судьбы, наверное, не знаю, как это можно назвать. Короче, И-16 преспокойно долетел домой. Единственное, у него не полностью выпустилось шасси, поэтому он получил серьезное повреждение при посадке. Ну, в общем, сбитым он никак нельзя было назвать. А вот И-15 бис поврежден, у него был поврежден мотор. И он, короче, за сильной тряски, короче, в итоге был вынужден совершить посадку на лед Финского залива. Летчик был ранен. Вот. И самолет при пробеге скапотировал. И раненый летчик оказался, в общем-то, зажат в обломках самолета. Но с ним летел командир, не командир, комиссар 5-й эскадрильи полка Иван Андреевич Тараненко, который сел рядом, вынул этого летчика несчастную за обломку, привязал его ремлями к крылу нижнему, самолет взлетел и привез его на свой аэродром. Но, тем не менее, первая победа Фиатова 26-й эскадрильи состоялась. Но, как говорится, на следующий день состоялась и первая потеря. Вот. Когда Чайки, в бою с Чайками был сбит Фиат прапорщика Малмивого. Что интересно, с нашей стороны претендентов на эту победу нет. То есть, наши сбили, но кто сбил, вот я, например, не нашел. Ну, не могу найти, хотя я, в общем-то, все победы наши разбирал. Тут претендент отсутствует. Кто-то щепетильно отнес к своим, так сказать. Ну, может быть, выстрелил удачно, там, Малми его это убил, там, не знаю, просто, ну, не понял, что. Ну, да, такое тоже бывает. Реже, конечно, гораздо, чем обратная ситуация, но такое тоже бывает. В общем, ну, до конца месяца, 29 февраля, был еще один бой достаточно крупный, воздушный. Вот. Фины записали себе три сбитых, бомбардировщик, один поврежденный, в том числе свою, очередную свою победу, собственно, сам не именен одержал. Ну, на самом деле, наши потеряли только один СП в этом бою. Вообще, на самом деле, история 26-й эскадрильи, чем примечательна? Вот. Летчики фактически те же. То есть, большинство летчиков воевали там с начала войны. Были асы, были люди там с двумя-тремя победами. Техника, ну, как бы, заметно лучше, чем Фоккера, 21-я. И лучше, чем Гладиатор, уж точно. И уж, да, однозначно лучше, чем Гладиатор. Но при этом результата даже близко к декабрьскому нет. Вот. Даже близко. Даже если считать там всех не с заявки, там реально, хотя там реально пополам можно смело делить все. Ну, ты же сам уже сказал, что большие группы истребителей прикрытия, вот, они их связывают боем, а тут уже сильно не разгуляешься. Тем более, там, заатковать ту же группу в 30 СБ. Ну, о том и речь, что, да, вот, как бы, летчики те же, самолеты лучше, а результат хуже. То есть, вывод какой? Красная армия сделала правильные выводы из своих неудач декабрьских. Также финны ждали появления в ближайшее время американских брюстеров. То есть, в Швеции их уже собирали, уже облетывали, там уже, как бы, уже финны туда поехали. Под брюстеры была специально сформирована 22-я, новая 22-я эскадрилья, вот. А ну, что ж, по-моему, с привлечением каких-то добровольцев было, нет? Ну, там костяк был из финнов, тоже, как бы, ну, уже повоевавших, там, например, да, там, ну, командиром эскадрильи был капитан Хейнеля назначен, тот самый, который отрядом бульдогов командовал. В составе эскадрильи, например, были старшина Вирта и мастер-сержант Иконин. Ну, первый, например, из них, там, шесть побед, значит, уже имел. Выкин, там, две, там, было личных, одногрупповая. То есть, там был костяк из достаточно опытных финских пилотов, ну, да, туда, вот, как бы, набирали, набирали в том числе и добровольцев. Ну, ну, просто у финнов, пардон, начали заканчиваться пилоты, потому что... Ну, столько частей, формировали. В РС росли, ну, как бы, истребительные части росли, можно сказать, как на дрожжах. В общем, хотя эскадрилью начали формировать еще 10 января, 23 февраля удалось, ну, фактически, укомплектовать одно звено полностью личным составом, вот, под командованием Алиуса Бремера. Тоже известная личность. Тоже, да, тип такой известный. Что-то он, там, Победа 8, что ли, был к концу войны, но он, как бы, не как, вот, именно, там, какой-то супер-раз известен, а именно, как, ну, командир такой. Командир. Толковый, да. Но отчасти не было. Первые четыре, по-моему, Брюстера, да, прибыли в Финляндию 1 марта. 5 марта три из них передали в 22-й эскадрилье. В общем, до конца войны они успели получить пять Брюстеров. Ну, сам понимаешь, как бы, хотя вообще считалось, что раньше, что они вообще не участвовали в боевых вылетах, но тут недавно относительно, по некоторым данным вылезло, что они порядка 20 боевых вылетов все-таки выполнили, но Побед там ничего не заявляли. В ТО, наверное, где-нибудь были просто, да? Нет, они почему? Они сидели рядом, знаешь, где они сидели? На аэродроме Холола, там озеро, рядом с поселком одноименным, это недалеко от Лахти. Да, я знаю. Вот. А, ну, а то как же. Я по событиям 25 июня 41-го года знаю. Вот они там сидели как раз, вот. Также этой эскадрилье должен был подчиняться так называемый отряд Рятю. Рятю? Да. Это тоже фамилия командира, лейтенант Рятю. Они в начале февраля уехали в Англию получать хоррикейны. Это 12 штук, по-моему, да? 12 штук финны смогли выключить англичан. Ну, хоррикейн, конечно, был просто по меркам финской войны, просто бомба там. 512 километров в час, скорость там 8 пулеметов. Хоть и винтовщик, калибр, но все равно коса какая. Вот. Конечно, он был. Ну, финны, поскольку у них уже там, они обычно-то истребители как бы разбирали, потом там Швециях собирали, перегоняли. Тут уже он как бы не был на всей тигрящей времени, поэтому они там под предводительством Бланхейма перегоняли своим ходом их через Эдинбург, там Вик, на Осло и там дальше уже в Швецию, Швеция, Финляндия. Ну, там схема маршрут перелета приложим. По дороге они две штуки потеряли. Ну, как бы понятно, что через Северное море лететь надо моторным истребителем, ну как бы. Но они вроде уже на материке потеряли. Нет, они на материке, да, раздолбали. Ну, просто я к тому, что это, ну, физически даже тяжеловастенько. Ну, 10 штук, в общем, у них 10 марта были, ну, понятно, что там, ну, не Брюстеры, да, не Харрикейн уже. Хотя Брюстер, конечно, машина была просто, ну, хотя, да, там, ну, он полетным данным уступал, там, там уже Фиату, например, ну, не сильно, но немножко уступал. Но там вооружение 4 крупнокалиберных пулемет, это тоже, в общем-то, коса смерти по разницу между крупнокалиберным пулеметом и винтовочным, которыми Фокеры были вооружены, я чуть-чуть попозже очень наглядно продемонстрирую. Ну, в общем, и Харрикейн, и Брюстер никакой роли не сыграли в Зимней войне, вот, поэтому так мы их помянули просто в силу того, что они были. Опять же, можно сделать вывод, что вот сколько они получили самолетов за это время даже относительно... 126 истребителей они получили. Причем, вполне современно. Да, вот за время Зимней войны они получили 126 истребителей, еще там порядка 40 после. Так что, ну, учитывая, что у них до войны было там 46, по-моему, сипать не изменяет. Ну, сам понимаешь, да, тут масштабы увеличения. Хотя, ну, опять же, да, там вот, там, ну, многие там говорят, вот там, смотрите, финны, значит, там снабжали вооружением. Ну, 126 истребителей, это, конечно, на фоне 46 финских хорошо. Ну, чтобы вы понимали, это два советских полка дополнительно на фронт переброшенных. Они тут же, как бы, купировали все эти вот поставки. Ну, опять же, надо отдать должность союзникам Финляндии. Они, ну, как не союзникам Финляндии, так скажем... Сочувствующим. Помощникам Финляндии, да. Сами финны рассчитывали, что поток там самолета в помощи, там, в лучшем случае, 3-4 месяца пойдет. Тут они, конечно, быстрее гораздо начали пребывать. Но финнам это, как известно, не сильно помогло. Ну, в общем, на радостях, так скажем, от получения новой техники. 24 февраля штаб воздушной обороны издает приказ номер 28, которым, значит, решает пере, так скажем, переформировать подчиненные ей силы авиации. В соответствии с этим приказом гладиатор следовал немедленно передать все в 1-й авиаполк. Там схема была такая достаточно. 12-й и 14-й эскадрильи получали по 2 звена гладиаторов. Оттуда забирали фокеры 10-е, там, 10-е и 5-е. И, наконец-то, вооружали нормальной техникой 16-й эскадрильи, которая там летала. Можно сказать, что ведь не летала уже на Райпинах своих, этих несчастных. Вот этот отряд Немина собирались подчинить 24-й эскадрильи. И вообще в последующем поступающие в ФИАТ должны были идти через 26-ю и в 24-ю. И производить А26-я, соответственно, должна была принимать у 24-й эти фокеры 21-ю. Это первый ласточек. Этого процесса должен был стать вот это как раз отряд АХОЛа. 26-я эскадрильи должна была передать отряд Немина с 9-ю фиатами в 24-ю. Отряд АХОЛ с 6-ю фокерами взять, забрать себе. Этот отряд АХОЛ собирались перебросить куда-то думал, Верцеля. То есть, в северо-западной приладожи, в северо-восточной приладожи задачи ни много ни мало, во-первых, помочь отряду Талвела и прикрыть направление на центральную Финляндию. И замахать 49-й армию. 6-ю самолетами. При том, что даже 49-й, я в этом момент уже был ВВС 15-й армии, ВВС 8-й армии, которая непосредственно отряду Талвела противостояла. У нее на тот момент было 98 истребителей и более сотни СБ. 6 фокеров. Это, конечно, мощный был козырь в руках Финлянского командования. Но про эти вот закидоны давайте мы везде распихаем истребителей. Так чуть не по-сточному. Мы еще поговорим, когда будем выводы делать. В том числе, кстати говоря, 22-я эскадрилья по мере насыщения техники должна была взять на себя прикрытие участка от Ковалы до Лахти. Соответственно, там от Лахти дальше на запад 28-я эскадрилья. От Ковалы на восток. Там Карельский перешейк 24-я. Ну и эти 26-я, соответственно, там в перспективе должна была, видимо, в северо-западном приладжере болтаться. Вот. Непонятно только вот из этого приказа, кто, собственно, после того, как Ахова со своими фокерами уедет в прилады же, кто, собственно, район Ковалы прикрывать будет. Ну, видимо, там был какой-то план. Ну, командир 2-го полка, надо сказать, чуть не очень спешил с выполнением этого распоряжения. Он только 27-го февраля издал соответствующий приказ. Вот. 28-го была плохая погода, 29-го случились события, которые, в общем-то, сделали приказ номер 28 вообще не актуальны. Ну, как мы, собственно, в прошлый раз говорили, да, там, в конце февраля советская авиация просто загоняла 24-ю эскадрилью, и она там чуть не ежедневно приходилась базу менять. У нас истребители за февраль только вот специально с целью штурмовок аэродромов выполнены 227 боевых вылетов. То есть летали, он, учитывая, что они летали там 15-20 самолетов, ну, как бы, сам понимаешь, да, что это, в общем-то, количество вылетов достаточно большое было. И вот у них только был аэродром такой на льду озера в районе деревни Ужо-Калахте, ну, это, так скажем, севернее Имадры. У них был аэродром, который наши, ну, как бы, до поры до времени почему-то не трогали. Ну, во-первых, он достаточно далеко находился от линии фронта, то есть там, ну, сотня там с лишним километров. Даже не от линии фронта, а от ближайшего аэродрома базирования наших истребителей на Лембаловском озере. Вот. Ну, и наши, вы видите, просто не находили до какого-то времени. Вот. Поэтому финны там сидели уже там больше недели. И постепенно туда стянулись практически все силы 24-й эскадрильи. То есть на утро 29-го числа там находилась первая-третья звень собственно 24-й эскадрильи и приданы ей первое-второе звень 26-й эскадрильи. Это там было в общей сложности порядка 11 фокеров и 15 гладиаторов. Да, прилично. То есть там 20 с лишним самоистребителей, 26-й эскадрильи. И только четвертое звено собственно под командой Магнус. Он продолжал упорно сидеть. Вымыли там. Не сидела, вымыли, а постоянно перелетала с места на место. Ну, ну, отряд Ахола собственно после того, как его сменило, сменили под Турку. Он никуда из-под Турку не улетел. Он перелетел там такой аэродром небольшой на Анталии. Вот. Тоже недалеко от Турку. Из-за плохой погоды просто не мог оттуда улететь. Хотя он уже имел приказ там присоединиться к основным силам эскадрильи. Ну, финнам на тот момент противостояли, да, основной противник финнов был 59-й бригада ВВС 7-й армии и 68-й ИАП ВВС 13-й армии. Ну, формально, да, там 59-я бригада к концу февраля так продолжала, три полка иметь в своем составе, два полка в своем составе продолжала иметь. Но, как бы, и они, и 68-й АП были уже развернуты до пятиэскадрильного состава. То есть, 7-й и 25-й, да? 7-й и 25-й. Если там в 25-й, например, в январе две эскадрильи имел, до конца февраля уже пять. И плюс еще были там отдельные группы истребителей, там Терек и еще какая-то, Митцепирти, которые были именно приданы непосредственно для взаимодействия с армией. Ну, там порядка эскадрильи каждая. Вот. А в конце февраля туда прикатывают, в конце февраля, начале марта, сразу еще в 59-ю бригаду вливают сразу два истребительных полка, 23-й и 148-й. И, в общем, грубо говоря, на три с половиной десятка истребителей 24-й эскадрильи приходилось три с половиной сотни истребителей только ВС-7-й и 13-й армии. Это мы не берем в расчет ВВС, КБФ, которые тоже туда залетали периодически, 54-й бригаду ПВО Ленинграда, которая, ну, в силу того, что их просто делать нечего было, их уже там под конец начали гонять. Они занялись там охотой за подвижным составом, ну, у них было пушечных истребителей много, они занялись там охотой за подвижным составом финским, там, железных дорог, на сопровождение начали улетать. Ну, в общем, самое, соотношение сил порядок, а именно на порядок. То есть, там, как бы, с учетом всех остальных, там их на два порядка, в принципе, получается. Финнам, несмотря на все там их пополнения и все остальное, все равно, в общем-то, соотношение сил было крайне плачевным. Ну, собственно, по-другому быть и не могло. В общем, около 9 утра, 25 февраля, вот, традиционно уже вылетают группы истребителей на разведку. Вот. Ну, там каждый по-своему организовывал, ну, там, седьмом и АП полетали там сразу, например, эскадрильей, например, или там девяткой. То есть, они летели там, искали, они полетели конкретно проверять аэродромы в район Лопейнран. То есть, у них уже это как бы была отработанная схема, вот, они вылетели проверять аэродром в район Лопейнранте и тут, значит, самое забавное, что ведущий эскадрильи, седьмой АП, он немножко заблудился, короче, именно потому, что заблудился, он выскочил не к Лопейнранте, а к Иматре и, собственно, там на аэродроме Иммола нашел четвертый женат 24 эскадрильи. Финны, надо сказать, вовремя среагировали, начали взлетать, ну, и нашего, собственно, их на старте и поймали. В итоге записали на свой счет пять уничтоженных на земле, два сбитых на взлете. Скосили четвертый отряд, короче. Да, там еще два или три успели взлететь, пытались там в ствол мы же сожжим на Лопейнранте и их догнали. как бы, седьмой АП все-таки летал на сравнительно современном. Десятки были, то есть, Фоккер от них уйти было, как бы, особенно, и в том он пикировании мог уйти, то, как бы, на прямом полете куда мы там пикировать, он на такой земли, то есть, как бы, в общем, мы их догнали и сбили еще один истребитель. Но это все по нашим данным. Ну, понятно. На самом деле, финны в этом бою потерь не имели, ну, потерь я имею в виду именно там сбитых или там, ну, хотя бы тяжело поврежденных. Но, видимо, их как бы все-таки почекали прилично, потому что они в дальнейших событиях этого дня участия практически не принимали. Но это как бы было, так сказать, только за травочком. Прелюдия. Прелюдия, да, так сказать, первый тревожный звоночек. Примерно? Это предварительные ласки, вот еще можно так назвать. Можно и так сказать. Примерно же в это же время, когда, значит, ведущей группы, кстати, был небезызвестный Михайлюк, старший лейтенант. Знаешь, наверное, такой. А, он потом 92-й МАП воевал. Вот. Примерно же в это время, когда вылетела эскадрилья группа под командованием Михайлюка с аэродрома Лимбаловская, с озера Лимбаловская, где сидел 68-й МАП, вылетело звено лейтенанта Масича. Тоже известный персонал. Тоже человек известный, да. Они вообще полетели вести разведку полевых дорог. Ну, короче, в процессе в районе Антре они увидели пару гудиаторов летящих и решили, что это гораздо интереснее, чем вести разведку полевых дорог. Скучно же. Дороги какие-то смотреть. С воинской дисциплины, там у летчиков вообще проблемы были серьезные, надо отметить. 68-й МАП царил дух вольнодумства. В общем, в данном случае это как бы сыграло нам на руку, хотя Масичу вполне головы могло стоить. Они полетели за этими гладиаторами, а гладиаторы как раз летели на ту самую Рокалахте. Возвращались, да? Да. В общем, в процессе, так сказать, возвращения наши долетели до Рокалахте, а там в это время садились, короче, Фокер, вернувшись с патрулированием гладиатора. Что, Фокер садились, а гладиаторы как бы висели в воздухе, ну, типа, прикрывали посадку. Ну, или просто готовились к посадке. что они там, что они там прикрывали, я не знаю, короче, звено Масича они профукали, вот, в итоге Масич с ведомыми, в итоге они сбивают один гладиатор. Гладиатор или Фокер? Гладиатор. То есть, они сначала сбили гладиатор из тех, которые прикрывали посадку, да, значит, атаковали два заходящих на посадку Фокера. И на этом блестящая карьера Мегааса или Льюти Лайнина могла закончиться, потому что они как бы атаку не видели и только поняли. Он прозевал, короче, да, атаку? Да, прозевал, не он, он-то садился, должны были эти прикрыть, которые, вот, он понял, что сейчас что-то не то происходит, потому что ему там земли начали адски махать руками, там, вернул в сторону, Масич не попал, ну и наши как бы поняли, что что-то уже, это, что-то пошло не так. Надо себя скромнее вести, все-таки, ввязываться там в бой с толпой гладиаторов, к звенам тоже не очень. Наши, в общем, дали по газам, начали уходить. Финов, надо прям, видимо, сказать, вот это очень обидело. Сила, да. В общем, Юти Лайнин там с еще одним, тоже достаточно известным финским летчиком, Хрянтеля, они погнались за Масичем, а Масич летел на пятерках, а пятерка с выпущенными лыжами, это, ну, как бы, вообще ни о чем. В общем, финны их догнали и начали методично просто расстреливать. Гладиаторы, кстати, Масичи могли тоже перепутать, он с лыжами. Гладиаторы тоже, ну, да, кстати, могли похожи. Гладиаторы тоже пытались гнаться, но гладиаторы не догнали. Понятно, конечно. Хотя, там разница в скорости между ними, 8 километров в час, между ними фоки, но, видимо, гладиаторы тоже не летали столько, сколько как. В общем говоря, вот эти два горячих финских парня, гнались за звеном Масича до нашего аэродрома. То есть, они их оставили в покое, когда тебе уже садиться начали на аэродром. До 100 километров игрались, что ли, за аэродром? представляешь? При этом, на Френте не повезло, у него, конечно, синхронизатор сломался, и он себе прострелил лопасти винта. Нашим повезло, скорее, что ли? Ну, да, нашим скорее повезло. колбасить. Хотя, ну, он все, он долетел, он развернулся, полетел назад. А Ютилайнин прям, вот он закусил, причем он, видимо, от калмасичек, потому что он, я стреляю, 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 он летит, 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 летит. У него есть воспоминания, да? Да. Он там сказал, что он где-то какой-то реке сел, короче, но на самом деле он долетел с ним в фактически, он там, видимо, сам в горячкой погоне не понял, где находится, он долетел фактически до аэродрома нашего. Причем, Фриантеля, как бы четко говорит, что они сели на Лимбаловское озеро. Масич, когда сел, у него в истребителе нашли 80 пробоин. Что это? 80 дыры. 80 пробоин, из них 3 в спинке, из них 3 пули застрелили в бронеспинке, одна, короче, в парашюте сиденья. Вот если бы... Да ему очень повезло. Если бы Ютилайнин летел на Фиате, или на Брюстере, то крупнокалиберное пули просто мастить по на этом, как говорится. Скорее всего, все. Да. Это, кстати, хороший пример для людей, которые ржут над Ютилайнином, какой он был трепач, какой он был там-то, вот за сюда. Вот 80 пуль, блин, всадил в истребитель, который маневарирует. Просто как в тире его вообще летел, расстрелил. Ну, вот я говорю, слава сайским конструкторам, но финны вообще, на эти бронеспинки наши, они прям ругались, да? Очень ругались нехорошими словами. Это не честно, это не по законам войны. У них таких не было. Хотя, да, есть история, что они там снимали со сбитых истребителей наших бронеспинки, все там вкрячивали фокера там. в общем говоря, наши прилетели. Говорят, так и так, мы там нашли большой-большой финский аэродром, что-то надо с этим делать. И, значит, командование 68-го АП решило не тянуть с этим. Собрало две ударные группы, так сказать, посовещалось с командованием 13-ой армии, ВВС 13-ой армии. Те сказали, давайте, парни, не стесняйтесь, ни в чем все не ограничивайте. В общем, две ударные группы, одна под командованием майора Гиль, тоже известный советский командир, да, вторая под командованием старшего лейтенанта Егорова, ой, Ефимова, прошу прощения, командира 1-ой эскадрильи, полетели, группа состояла, значит, каждая группа включала 6 и 16, и 3, и ударное звено из трех человек с бомбами. Толково задумали. Да, ну, как бы, там уже отработанная была методика. То есть, они взлетели, полетели, значит, к этому рукалахте, вот, тут, значит, финская служба в нос в очередной раз, так скажем. Не сработало? Да. Можно и так сказать. Корректно выразиться. В общем, в рукалахте получили сообщение, что к ним приближается группа с 12 бомбардировщиков. Молодцы, что? Ну, тут, что, как бы, в такой ситуации делаем, да, ну, они начали взлетать, соответственно, чтобы там на льду не попасть под бомбы. Ну, опять же, там перехватить можно. И, значит, в процессе взлета тут появляли... А, то есть, группа гладиаторов вообще уже успела взлететь и подняться в воздух, начали взлетать фокеры, и тут появляется, значит, гиль с Ефимовым. Гиль сначала, ну, как бы, они пошли как бы атаковать взлетающий самолет, потому что они их увидели издалека, а увидели не благодаря тому, что, ну, все-таки весна уже начала подтаивать, и когда взлетали с озера, поднимался очень большой фонтан там из мелких водяных брызг, там пыли вот этой снежной, то есть, это было очень издалека видно. Они начали пикировать, и в процессе пикирования он гиль увидел, что у него, короче, над головой еще эти гладиаторы болтаются. Он перестал пикировать, и, значит, пошел в бой, причем, чайки продолжили. То есть, шаки пошли вверх, короче. Да, и шаки пошли вверх, там сцепились с гладиаторами, вот, а Ефимов, он как бы должен был прикрыть сначала их атаку, потом, значит, он увидел, что гиль сам пошел вперед, и Ефимов пошел, соответственно, уже, да, пошел на штурмовку. То есть, у них весь план, в общем, они сразу весь план весь перепутали, в общем, ну, не суть, вот. А Ефимов там с двумя ведомыми, и они прям сразу на взлете расстреливают один гладиатор, то есть, он даже там мяу сказать не успел, но началось тоже не очень хорошо, потому что вообще Ишак имел такую достаточно неприятную особенность, он когда с выпущенными лыжными шасси летал, он пикировал, мало того, что он как бы не очень хорошо, у него еще была такая опасная тенденция к затягиванию в перевернутой пике, пикировании, то есть, он, грубо говоря, разворачивал его, короче. Да, и если летчик как бы не успевал, то отловить, то могло очень плохо кончиться. Вот Ефимов, он как бы в горячке боя не успел, то есть, его ведомые увидели, что как бы пора, но им хватило высоты вывести, а Ефимова не хватило, он врезался в лед. Но финнам это не слишком помогло, прямо скажем. В общем, кончилось все тем, что наши, ну, считаясь тем, которого сбили утром, гладиатор, в итоге сбили за день шесть гладиаторов, из них три были на взлете расстреляны, ну, соответственно, два, один утром сбит, два в воздушном бою был сбит, и сбили один фокер, на котором погиб еще один финский ас, Тату Хоханатти. То есть, фокеры тоже чуть позже взлетели, да? Фокер тоже в бою участвовали, там такая, очень, свалка была приличная, наши заявили 18 побед, ну, по факту, получилось там, ну, именно в этом конкретном бою шесть, ну, тем не менее, как бы. То есть, они конкретно в этом бою сбили пять гладиаторов, а один фокер? Да, и один еще гладиатор утром. Вообще, это самый результативный бой, получается, зимней войны с нашей страны, по нашим истребителям. Да, вообще, самый результативный, наверное, бой, истребитель против истребителей зимней войны. И такое соотношение побед, в принципе, нормально, 18 к 6, это, ну, три заявки, одна реальная победа, это, в общем-то, стандарт для Второй мировой войны. К Хоханатти, видимо, так для, ходит легенда о том, что он там, либо столкнулся со сбитым самолетом, либо там что-то ранил специально, да, но на самом деле никаких подтверждений этому нет, даже финны не, ну, официально ничего не записано ему, вот, единственное, там, финский гладиатор сбил 1,16, вот, ну, действительно, у нас один не вернулся, помимо Ефимова, еще один не вернулся, но, тем не менее, в общем, бой закончился со счетом 6-2 в нашу пользу. Очень, очень хороший результат, а, кстати, там все пятерки были, и 16? Ну, 68 вообще, в принципе, в основном пятерки были, там у них было порядка десяти, что ли, десяток, в основном, там пятерки были, ну, возможно, там и десятки. Наверное, самый результативный бой из 16,5, наверное, вообще. Да, нельзя это исключать, ну, в общем, тем более на лыжах. на лыжах они там даже 400 километров не выжимали, конечно, для финнов, конечно, результаты этого боя были полным шоком, потому что, ну, такого избиения, даже там, 25-го, это было, как бы, очень неприятно, февраля, да, когда там три гладиатора в одном бою был, ну, в одном-два-то, всего за один три гладиатора потери на ТОП семь истребителей за раз. Насколько-то летчиков погибло же наверняка, Там погибло, там Хукананти погиб, кстати говоря, вот после этого боя закончились датские добровольцы, финновые, вообще закончились, да, там два оставшихся, один Христенсен, Христенсен ранили, Христенсен погиб, короче, вот, еще один погиб финн, вот, которого Ефимов сбил, видимо, Лилья, что ли, фамилия у него была, ну, выбрал нас парашютом, не раскрылся, скажем, а, нет, Вроу, Лилья обгорел, но жив остался, еще там какой-то выпрыгнул с парашютом, не успел раскрыться с ним на небольшой высоте, то есть несколько убитых, двое раненых, в общем, там трое убитых, по-моему, трое раненых было, слушай, это серьезный потерь еще, там один только, как бы, отдела с легким испугом, летчиков сбитых, а, и в утреннем вылете тоже гладиатор завалили, да, Масич? В утреннем вылете заглалили гладиаторы, и там погиб, да, пилот. Однако, слушай, вот, то есть у них, ну, тягу, семь самолетов за день в минус сразу. 26 эскадриль, это одно звено просто, чик, и все, закончилось. Это больше, чем за весь декабрь и январь сбили вместе взятые, да. Ну, так вот, повторюсь, для финской команды я стал просто шоком, потому что, ну, такие потери за один бой, ну, это как бы вообще из ряда вон. Соответственно, кончились гладиаторы внезапно для перевооружения первого полка. Ну, там 25-25 февраля сразу минус 9 гладиаторов, ну, это, по сути, треть от полученного. Наград, ну, если раньше они там собирались перевооружить по два звена, там в первом полку, то сейчас там, ну, ну, сейчас там 4 звена, то сейчас там на 3 звена уже с трудом хватало гладиаторов, там, с учетом поврежденных и всех остальных, вот. Стал вопрос, что делать? Стал вопрос, что делать, а делать было нечего, потому что 24-я эскадриль уже там просто вообще язык на плечо положила, у них, представляешь, за февраль они выполнили более там 1083 бывых вылета. Ничего себе! Я думал, что у них там, ну, в строю было порядка 20 исправных самолетов, но в среднем там когда-то больше, когда-то меньше, но в среднем там порядка 20-22 исправных Это там без приданных звеньев вот этих вот? Или вместо? Чисто фокерами, да. Чисто фокерами, да. Это просто что-то астрономическая сумма. То есть, ну, получалось на самолет в среднем там, да, за месяц по 50 вылетов с учетом там летных дней, но по сути там 2-3, а то и 4 вылета в день. Там даже техника устала, наверное, в конец. Все устали вообще. Ну, чтобы вы понимали, например, да, в феврале когда наш истребительный авиация действовал с огромным вообще напряжением тоже, то есть у нас мы специально пригоняли там, специально вводили в составы истребительных полков резервные эскадрильи без матчасти, которые там периодически меняли личный состав эскадрильи, чтобы они отдохнуть могли. Только у нас в феврале нагрузка, средняя нагрузка на один истребитель была 8-9 вылетов в месяц. Да, могли себе позволить. Могли, да. Притом, естественно, мы там финнов. По количеству вылетов естественно вылетов, конечно, ушатывали там. У нас истребители было там как минимум 10 раз больше. В общем, было понятно, что там люди уже просто с ног вальцы. К тому же, на первое, на утро 1 марта в исправном состоянии 24 эскадрильи было 10 фокеров, из них 6 в отряде Ахова, который не приехал, все еще сидел в турку. То есть, ну, по сути, 4, ну, это манное количество гладиаторов, не знаю, сколько там исправных было. в историю этого мальчика. Поэтому они гладиаторы, в общем, 1 марта они сдают все гладиаторы в первый полк, а 24-го водят на отдых. Потому что, ну, они уже просто физически, не они, ну, самолетов нет, летчики там вымотаны все до предела, ну, смысл держать. Ну, по этому поводу, да, уже не раз сегодня упомянутый ютилайнин, в своих мемуарах написал. Этот период отдыха был очень нам нужен, поскольку люди были изнорены, наши истребители получили множество об их повреждениях, которые требовали ремонта. Вот. Ну, то есть, вариантов не было. И после того, 24-ю эскадрилью вводят на отдых, над Калейским перешейком истребители просто практически, можно сказать, что закончились. Ну, формально, формально, да, были гладиаторы, которые там в первом полку имелись. В принципе, они начали их получать там еще в середине февраля, и там, ну, по 4 где-то машины было в каждой эскадрилье, но это был там уровень стат погрешности. Грубо говоря, не обучены были действиями на этом смолюсе. не то, и чтобы зрители понимали, да, скажем, гладиаторов 26-й эскадрильи с 18 января, ну, по сути, с первого лета, потому что 18 января они там ничего не делают, на первое лета, с 1 февраля по 1 марта выполнили порядка 600 боевых вылетов. Тоже прилично. Гладиаторы в первом полку, ну, так скажем, с 11 февраля до конца месяца там 107. Понятно, ну, 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 сам понимаешь, интенсивность, да, но они летали очень мало, прям очень-очень, мало. Единственная полнокровная эскадрилья осталась в общем, 28-я, но это относительно полнокровная, потому что, опять же, процесс ссоединя истребителей еще шел. У них немножко били. Да, ну, кстати, били их очень даже множко. Потому что шасси, это, шасси была проблема, кстати, что у фиатов, что у маранов. Проблема какая? Снег, на них лыж нету, если там мало-мальский аэродром там плохо укатан, или он садится где-то, не дай бог, там не там. Фокер сел, он там у любого пенька мог сесть, собственно, на лыжах своих. А этот садится, шасси, и капот. Да, очень-очень-очень, ну, либо ломает шасси, либо капотирует. И это прям вот, чуть ли не половина фокеров, этих маранов и фиатов в зимнюю войну такие повреждения получил. Вот, ну, вот 2 марта они там отличились в очередной раз, мараны. Тут наши организовали очередную, значит, очередную попытку уничтожить броненосцев береговой бароны финской, план был... Это была русская традиция, советская. 28-я эскадрилья тоже приняла участие в бою, ну, одним звеном с вами, которая в Турку, собственно, сидела. В итоге заявили, сбитыми, ну, сбили 1 СБ и 1 Чайку. Ну, правильно, сбили. 24-я эскадрилья, надо сказать, тоже там летала периодически на... Ну, они за 1-2 марта все равно выполнили там 10 вылетов на перехват, ну, летал в основном как раз этот отряд Ахала, который 1 марта все-таки перебазировался к основным силам эскадрильи. Эскадрилью, надо сказать, вывели на аэродром Леми, где-то километров 30 западнее Лапиенранта был, то есть не то, чтобы их там прям вообще в глубокий тыл увезли, то есть они могли все равно летать на перехват, ну, просто поскольку летать особо не на чем могло. Ну, а что, здесь самолет? Этот отряд Ахала, в общем-то, я отдувался за них. Ну, до этого они не сидели, ничего не делали почти месяц из-за плохой погоды и всяких против перипетий. Тем временем, значит, 5 марта случилось то, что финны как бы ожидали, но боялись. Советский 28-й стрелковый корпус, так сказать, незаметно форсирует Выборгский залив. Мелкими группами по 5-10 тысяч человек. Да. Форсирует 28-й стрелковый корпус, это на секундочку три стрелковые дивизии, вообще они форсируют Выборгский залив и создают плацдарм на северном берегу. Против них стоят набранные сборы по сосенке, береговая группа. Финская команда понимает, что сейчас вот они наши взламывают этот плацдарм и рвут в обход Выборга. Во-первых, они отрезают Выборг от Хельсинки, соответственно всю как бы армия-перешейка. У них остается только один путь там отходить за Сайминскую систему. Второй армейский корпус точно окружат Выборги? Второй армейский корпус Выборги в общем-то оказывается в лучшем случае как бы охвачен, в лучшем окружен. Ну и опять же Хельсинки вообще едей не хочу, как говорится. Ну и поскольку как бы затыкать дыру уже нечем, то есть все, что можно туда же сунули, пришла в голову гениальная мысль, ну давайте хотя бы значит авиации попытаемся помешать русским форсировать лед. Там на самом деле они начали еще четвертого летать на штурмовке, но они повелись там на нашу так скажем уловку. У нас отряд, береговый отряд сопровождения Балтийского флота он 4 марта предпринял там в районе Хамина, то есть западнее место форсирования Выборгского залива предпринял там попытку тоже там по льду выйти на финский берег и финны как бы все свои силы бросили на него в итоге 28-го стрелкового корпуса там просто без проблем в том числе авиации и вот 24 эскадрилья собственно костяк вот этих сил который был брошен на борьбу там с нашими лыжниками с нашей пехотой которая идет по льду она соответственно это была 24 эскадрилья и 4-й бомбардировочный полк самая боеспособная часть ну собственно да я и фокер уже с 4 марта начали летать на штурмовке ну я честно говоря наши документы там ну 28-го корпуса не поднимал по этому поводу но думаю финны там в общем-то конечно крови нам попили потому что судя по переписке там по ВВС наши вот как бы заметили финскую авиацию ее действия ну фокеры выполнили с 4-го по 10-е марта 201 вылет на штурмовку ой 150 вылетов на штурмовку и 27 на разведку а всего 201 вылет выполнен то есть у них основная масса вылетов шла как бы на разведку наших войск и удар по ним то есть они работали по принципу сами разведали сами ударили ударили ну как правило это если что-то крупное находение прямо эскадрильи могли полететь наши пытались мешать но вот единственное что удалось это 5-го марта опять же да сбили знаменитый фокер фр номер фр 7-6 а вот этот самый который на выставке стоял да который на выставке на котором пушки испытывали но к тому времени с него уже пушки сняли как бы обратно как пулемет на вооружение вернули да но в общем он сел это кстати делал наверное то же самое фриантеля который за мазь мгнался но в общем бы фриантеля ранили помню но там смог своему тебя фокер наши хотя не финн там пытались изменомет фонт что фокер наш поток захватили да там в ленинграде на выставке демонстрировали а сбила кстати говоря никто иной как кедалинский тоже интересный персонаж да интересно лечил бомбардировщик в трус обвиняли обиделся попросился на сам этом в общем интересная история но как бы не в рамках этой передачи про него тоже поговорим потом она обратно ушла к бомбардировщике полком командовал поскольку с 22 эскадрильи к 5 марта ничего не получилось да вот а фокеры там целиком полностью занялись штурмовками финны решили что надо значит тогда уж чтобы у нас не было так сказать промежутков воздушной обороны то что там на перешейке никого не было всем же плевать походу было в общем они взяли двадцать восьмую эскадрилью растянули такой тонкой полоской можно сказать отковывала до турку тонкая красная линия да но это даже не линия это нитка какая-то то есть но в очередной раз короче раздергали боеспособную эскадрилью разделили на три отряда один остался в турку один был переброшен на озеро там рядом сути один там где-то в районе а ну в холле ты как раз один сидел вот они 7 марта туда переехали вот ну поскольку как бы там погода была не фонтан наши летали не очень много и в основном там все усилия были сосредоточены на том чтобы долбить финнов как раз там на линии фронта вот ночь на 9 марта командир 2 полка говорит например подумал что они там сидят и ничего не делают пока там 24 эскадриль убивается значит в штурмовках костьми ложится костьми ложится в общем он подчиняет эти два отряда которые в холле в районе уйти сидит магнусуна то есть 24 эскадриль туда еще почему-то два фиата почему два я не знаю остальные поломали шасси там что-нибудь но они видимо все-таки какой-то оставили там отряд чтобы и они подчиняют магнусу ну и говорят давайте-ка ребята начинайте с 9 марта тоже штурмовкой заниматься ну они честно вылетели штурмовали 14 маранов два фиата на течение 9 числа штурмовали вот в результате чего сами стали объектом нападения советских истребителей которых там к тому моменту просто уже там райами вообще роились ну естественно заявили себе 2 и 153 1 и 16 вот реально вообще никого не сбили зато кстати еще одного сбил вин на мага на мой любимый была его третья несуществующая победа зато у финнов реально сбили один маран причем финн утверждают что его там сбили огнем земли но это ерунда потому что описание как бы последних минут так скажем собственно есть советских документах он выскочил ну там он вроде как гнался за и 16 выскочил к аэродрому ледовому где и 16 сидел где был собственно говоря ну там достаточно нелепая история он решил что и 16 садится потом значит там увидел что-то взнул вверх потом что-то перевернулся упал начнем какая-то на самом деле действительно как бы он встретился с будущим героем советского союза за финскую войну как раз лейтенантом курочкиным который его просто расстрелял сзади он видимо даже не понял что произошло поэтому решил что его сбила финн выжил если память не изменяет но маран не выжил это был единственная сбитая за финскую войну маран 10 марта финны отметили резко снижение трафика так скажем современными словами по льду 10 марта да решили что это они такие молодцы что значит наши забоялись на самом деле ну просто основные силы корпуса перешли и там уже просто снабжение шло там уже еще один корпус переправился восточный то есть там при этом 24 эскадриль что интересно там произошла достаточно нелепая история над их аэродромом пролетели два истребителя наших наших даже не увидели но у финнов уже настолько рефлекс был отработан что только у них на аэродром пролетали после 29 числа над леем пролетели два истребителя они тут же собрались и улетели оттуда в общем улетели за 100 километров от фронта ну естественно 24 эскадриль после этого ну вообще там понятно уже про нее можно не вспоминать последний такой так скажем последний бой зимней войны финские истребители дали 11 марта вот был это как раз отряд неимен и 28 эскадриль которая сидела в районе ути то звено да дело в том что наши 11 марта решили что уже хватит как бы церемониться сатэков сатэков пора уже поставить точку над его времени особо авиагруппа была подчинена оперативно северо-западному фронту которого стоя сидела она уже была особая авиагруппа потому что в ней 6 полков входило мы уже говорили про это она была оперативно подчинена команде северо-западного фронта и команда северо-западного фронта решила что хватит заниматься ерундой там там перекатить турку там никому не нужно дурацкие в общем она бросила всю так сказать всю силу всю мощь большую часть особой бригады бросила значит бомбить эту самую кову и мост этот несчастный но чтобы понимали в налете принял участие 43 СБ 133 до Б3 такими силами в принципе можно было там и Хельсинки в общем-то неплохо подолмить немножко все это дело прикрывало 37 и 153 финны конечно ну я не знаю я вот с огромным уважением отношусь к этим людям в отношении своего в некотором смысле безумное совершенно они вот эту всю толпу значит полетели там отражать героическими истребителями но в итоге надо опять же отдать им должное они смогли сбить один ДБ-3 ну я имею ввиду из реальных побед еще один ДБ-3 там ПВО сбил над Ковулой ну Зениткин да ну там на него и как бы истребители претендуют но в общем-то финны наши утверждают что его сбило ПВО один там действительно признают за финскими истребителями да наши истребители заявили один сбитый и еще два сбитых ЗЛ бомбардировщики надо сказать что скорее всего все это ну победы можно признать реальными как бы почему объясню на самом деле финны ни одного самолета не потеряли ну не потеряли в смысле с концами но было подбито несколько истребителей в воздушном бою в частности два Морана один из них в общем-то достаточно сильно разложился еще на посадке вот в ремонт отправили боевые повреждения получил скорее всего конечно да и скомпотировали еще два Фиата понятно что часть из них могли иметь боевые повреждения серьезные и ну там даже можно не предполагать а совершенно точно потому что один из этих Фиатов пилотировал итальяне итальянский добровольцы Диего Монзотчи вот он был ранен в бою совершая вынужденную посадку истребителей его скомпотировал перевернулся а поскольку он ну на финском не говорил естественно местные жители его видимо приняли за нашего и короче не стали ему оказывать помощь да и пока там до них к нему пришла помощь он умер в кабине истребителей причем истребители отремонтировали в итоге по злой иронии судьбы Диего Монзотчи итальянец летавший на итальянском истребительстве в последнем погибшем в зимней войне финским летчиком интересно вернемся к событиям финской войны которые собственно закончились потому что 12 марта погода была плохая 13 марта как известно наступил мир перемирие перемирие финны считают что перемирие наши считают что мир московский мир наговор подписали будьте любезны ребят вообще да ну соответственно пора подвести некие промежуточные итоги и говорить о том результатах действенности финской авиации истребительной в общей сложности финский второй полк выполнил за время войны 3846 боевых вылетов неплохо вот заявив о уничтожении 178 самолетов противника еще 70 повреждено в ралича и все самое мы сейчас за это дойдем самое результативное стало естественно 24 эскадрилья у нее на счету 2388 вылетов и 131 победа в втором месте естественно 26 1170 вылетов и 34 победы на третьем соответственно 28 с двумя стами 88 вылетами и 14 победами что любопытно 24 и 28 эскадрильи имели примерно равное соотношение по сбитым на количество боевых вылетов то есть если там у 24 это было 18 то 28 21 вылет на один сбитый самолет вот тогда как например 26 это 34 вылета на один сбитый самолет да кстати побольше а первенство самый держал поверишь испытательное звено у них 9 вылетов на сбитый они там всего что-то 80 88 вылетов сделали 89 и сбили 9 самолетов еще 4 самолета сбили летчики первая полка и 10 самолетов сбили шведские добровольцы ну как сбили заявили вот давай про подтверждение скажу заявить они могли чего угодно в общем финны заявили 200 а еще 5 самолетов заявили стрелки бомбардировщиков то есть в воздушных боях финны сбили 209 наших 207 наших самолетов 207 заявлено всего да конечно всех волнует вопрос насколько достоверно мы с тобой в принципе это затрагивали там в декабре прям очень 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 точно декабрь был конечно февраль уже март там немножко подрасслабились нам даже понятно почему там например тоже 28 она воевала фактически над морем много боев провела то есть самолет в море летел можно говорить что угодно вот как бы ну даже примеры такие приводили когда человек догнал берега там всех сбил вот молодец красавчик а всех смысл хороший рассказчик как известно ну там по самолетной я конечно наши потери не считал то есть это надо прям базу создавать ну были подходы там я по отдельным соединениям объединениям делал но такой общей базы у меня нет но мы можем пользоваться нашими официальными циферками есть обобщающие данные по потере ВС Красной Армии согласно которым боевые потери составили 269 самолетов наших я сразу хочу сказать что эти данные не полные объясню почему потому что учет по отчетам обоевых действий соединений объединений ВВС соответственно ВВС северо-западного фронта 8-й 15-й 9-й 14-й армии особая бригада уже дают 310 боевых потерь из 10 самолетов потерянных по боевым причинам сюда же плюс надо закинуть порядка 30 самолетов ВВС КБФ потерянных по боевым причинам в том числе 11 истребителями сбитыми ну в общем по моим оценкам порядка 340-360 самолетов мы потеряли по боевым причинам но это не только в воздушных боях естественно это да это вообще все боевые потери наши ну и можно вычленить из этой цифры потери в воздушных боях сделать это достаточно сложно потому что скажем финны например у них потери распределяются как 2 к 3 то есть ну грубо говоря 2 пятых сбитые истребителями 3 пятых зенитной артиллерии вот и наши в общем-то подтверждают такое деление я например там проводил по скажем бомбардировочным бригадам выборку такую делал плюс-минус получается так опять же конечно сильно зависит от участка на котором воевали ну скажем у ВВС СЗФ да там ну там понятно да что делится на сбитые там воздушных боях сбитые зенитные артиллерии не вернувшись они как правило там составляют достаточно значительную часть но у ВВС СЗФ скажем да это будет сбитые зенитные огнем и сбитые истребителями будет прям как один к одному там 36 и 33 вот у восьмой армии соответственно это уже как бы сильно по-другому то есть там на один сбитый там истребителем приходится сбитым ПВО но если в целом как бы суммирует туда в общем соотношение от 3 к 2 как потеря от ПВО от истребителя она в общем-то прослеживается достаточно четко соответственно если мы берем две пятых от там трехсот пятидесяти условно говоря то там получаем где-то 130-140 сбитых в воздушных боях Олег Николаевич тогда тебе на будущее задание все-таки определить сколько было конкретно сбитого в воздушных боях а сколько сбитого артиллерия какая-то с точностью до миллиметра мы все никакой поймем потому что у нас в документах тоже путаница по этому поводу прилично я хочу сказать что скажем если я там говорил о отчетах ВВС армии если там брать отчет ВВС бригад там еще получается интереснее история поэтому я говорю что там порядка где-то трехсот пятидесяти да это такая будет объективная цифра боевых потерь наших ВВС вот на 209 там заявленных да там где-то 130-140 реальных побед то есть это коэффициент будет где-то ну 1 к 1,5 да это очень крутой коэффициент прямо скажем это прям у немцев только когда они с нашими бомбардировщиками бои вели такие коэффициенты когда нам на два заявленных там полтора заявленных одна реальная победа тут примерно то же самое получается безвозвратные потери финских истребителей составили боевые 10 фокеров 13 гладиаторов 1 маран 1 фиат 1 бульдог ну к этому еще можно приплюсовать гладиатор потерянный в боях шведами итого 27 машин из этих 27 машин бомбардировщиками сбит ну условно бомбардировщиками сбит только гладиатор Пава Берга хотя там тоже не очень понятно кто его сбил конкретно ну судя по тому что ему в лобовое стекло всадили пулю коррес стрелок ну что интересно например одна только наша 16 бригада заявила за время войны 43 сбитых истребителей противника бомбардировочная бригада я понимаю я понимаю то есть это стрелки и штурманы грубо говоря это к вопросу достоверности наших заявок та же ВВС северо-западного фронта отчиталась об уничтожении 255 истребителей тоже на порядок прямо скажем ну вот я считал соотношение потерь наших заявок наших истребителей именно по истребителям финским получилось завершение где-то 8 раз у финнов оно по истребителям где-то 2,5 получается что интересно у финнов оказался очень-очень низкий процент небоевых потерь если они там боевые потери составили 27 самолетов то небоевые 2 фокера и 1 гладиатор ну я имею ввиду это именно в боевых частях еще 2 гладиатора ну списали шведы по небоевым причинам я опять чтобы вы понимали я говорю о безвозвратных потерях то есть соотношение получалось небоевых не к боевым 5 к 1 а если там шведов оттуда он брать которые там вообще своей жизнью жили то вообще 9 к 1 у нас чтобы вы понимали да там только даже по вот этой раскатикованным но итоговым данным 7 из 7 истребителей по боевым причинам и 54 по небоевым то есть где-то 1 к 1 к 1 соотношения что тоже как бы о многом говорит но финна как бы и устанавливали подготовки летного состава безусловно по полной мере здесь так сказать проявилась да класс летчиков по личному составу второй полк потерял 18 человек и еще двух шведов убитыми и 12 вместе с датчанами да ну именно второй полк то есть итальянцы датчане там все короче шведы просто мы считаем отдельно потому что они там в свои котле варились и соответственно еще 12 летчиков и один швед получили ранения это мы говорим о именно летчиков пылых эскадриль то есть мы не учитываем погибших там в учебных подразделениях и не учитываем погибших при перегонке самолетов и так далее там подобно ну то есть все что они относятся собственно говоря непосредственно к боевым действиям почему мы так считаем почему я так считаю потому что мы же не учитываем там потери наши там учебных там каких-то в тылу там это справедливо что кстати интересно в боях истребитель против истребителя мы таки финнов сделали на 26 сбитых финских истребителей да мы будем считать Берга сбитым бомбардировщиками мы потеряли в воздушных боях с финскими истребителями только 16 самолетов ну кстати вот оцене 7,7 боевые потери всего из них 16 сбитые истребители тоже говорит о характере боевых действий нашей истребительной авиации то есть там кого больше несли потери конечно сбивали в основном с земли их когда они штурмовали в общем несмотря на увеличение роста увеличение роста опыта увеличение сил истребительной авиации финские успехи финских истребителей конечно постоянно падали и это прекрасно видно на примере той же самой 24 эскадрильи если там в декабре они на 514 боевых вылетов 57 побед одержали то есть был 1 к 9 ну на 1 на 9 вылетов одна победа то в феврале на 1083 вылетов всего 30 то есть на сколько там получается 34 на 36 вылетов одна победа это вот результат так скажем того что наше командование перестало игнорировать факт существования финской авиации вот раздало всем заслуженных пряников в январе и заставило воевать так как надо воевать ну мы видим по результатам февральских этих последних боев понятно что там конечно ну так скажем у нас еще проблем хватало вот ну там наши сами очень много пишут о там бои над Выборгским заливом много чего негативно показали там бомбардировщики растягивались истребительном как-то могли но в общем тем не менее все равно факт был налицо то есть резкое изменение увеличения численности ВВС резкое изменение тактики оно как бы удалось знать практически сразу и это надо еще отметить что устали то они больше даже не от действий наших истребителей они просто устали они летали ну постоянно летать там тоже очень напряжно эффективность действия 24 эскадрильи упала в 4 раза ровно с декабря по февраль ну по сути даже получается 28 эффективнее действовала в феврале но она действовала эффективнее потому что она в 2 раза завысила свои успехи от такой что-то примерно о том же уровне болталась тут кстати делая выводы из последних боев 29 вот этих конца февраля 29 февраля в том числе вот если бы они еще в таком темпе марта продолжили воевать они наверняка кончились бы к концу марта вообще даже физически это очень кстати похоже на холхенгол когда начали воевать они 24 эскадрильи просто увели в конце они уже понимали что дело идет к миру они просто те же фиаты берегли то есть там уже мараны там так сказать номер отрабатывали уже было понятно что в общем-то сейчас война кончится нам самолеты нужны я почему делаю такое сравнение с холхенголом там очень похоже там пока май июнь было так скажем спокойно все да и там позволяло это японцам там держать там сначала один синтай потом второй синтай подогнать туда с очень хорошей подготовкой тоже прекрасный на очень очень хороших самолетов все-таки 27 были получше там скажем прямо чем фокер но так как вот начали с конца июня интенсивные боедействия и в августе японцы сломались уже несмотря на то что они там все равно превосходили по эффективности нас все но постоянная накачка новыми партиями истребителей новыми летчиками она привела просто в конце концов к закономерному эффекту просто японцы посыпались в августе потеряли там всех своих асов и уже когда в сентябре они еще три синтай туда пригнали и ничего не изменилось вообще там единственный бой где был где их просто там сделали так же у финнов у них там на первое на первое февраля было там 46 истребителей на 1 март уже 67 это при том что они там понесли огромные потери февраля и ну как бы радости никакой как говорится все же такое же блестящее красивое радости никакой вот ну кстати говоря да вот если брать количество сбитых критерий боэффективности это конечно там но не а ну как так там же что они должны что-то там прикрывать для финнов это прямо четкий критерий боэффективности потому что у них вот тоже 24 эскадрильи из там ну грубо 2400 боевых вылетов у них 1950 или 82 процента это были вылет именно на перехват то есть их результативность просто там с декабря по февраль упала в 4 раза и безусловно это как бы ну повторюсь причиной было во-первых изменение резкой тактики наших действий во-вторых резкое усиление группировки ОВС ну на Финской войне была просто там запредельная концентрация авиации в районе Карельского перешейка там группировка наша авиация составляла там порядка 2000 боевых самолетов ну я честно говоря даже не припомню там когда еще такое там было может на Курску где там на узком фронте там как бы стянуто просто огромное количество они выполняли в день до 4000 боевых вылетов то есть это столько сколько весь второй полк за всю войну выплат ну понятно что там уже ничего они не могли сделать но как бы не могли опять же условно тут я сейчас немножко пущусь такие потому что безусловно огромная ошибка финского командования это была вот эта тактика распыления своих сил это было ну с моей точки зрения вообще большой промах Лундкеста и в том числе Лоренц тоже которая как бы не препятствовала этому никак а может и как бы поддерживала ну они нет там с моральной точки зрения понятно что там хочется все там прикрыть но вы как бы ребята военные вы серьезные люди вы должны понимать что там 6 истребителей не остановят 100 бомбардировщиков хоть вы там что хотите делайте там хоть у вас там не знаю в каждом будет там по этилайне на сидеть вы не сможете ничего с этим сделать поэтому вот это вот растаскивание там по по одному там а два отряда этими истребителей на разные направления ну это просто привело к тому что они перестали какую-то роль играть точнее в декабре они там реально ну нам проблем доставляли массу то как бы в феврале ну просто в какой-то там стат погрешность превратились ну мне кажется что вот они для них грамотнее было бы конечно выбрать тактику это поскольку они достаточно легко базы меняли они могли там иметь грубую ключевую базу там в районе Ути то же самое потому что оттуда достаточно близко там и на запад и на восток и просто какими-то набеговыми операциями заниматься грубо говоря в хорошую погоду можно было лететь куда угодно потому что наши прилетали там смотрите на следующие три дня там хорошая погода да там день там в район тампере ждите русских ну туда там всю 24-ю эскадрилью отправляем даже не всю там 15-20 самолетов переломить фут войны бы они так не смогли потеря нанесли нам вот именно именно действовать не по принципу давайте все защитим а именно по принципу нанести максимальный урон противнику вот и как бы да если там 15-го там 20-го января при налетах на тампере там 30 СБ отбивали бы там не звено там этих испытательные там тампере а там 10-15 фокеров тех же самых там конечно я думаю что вполне могли как бы отбить охоту туда летать вообще в принципе вот ну по крайней мере такими группами но как видим финны финны не понимали это видимо до конца потому что и мартовские вот эти вот метания с растягиванием 28-й эскадрильи и приказ это 28-й там с отправкой вертелью 6-ти фокеров ну это как бы все в общем говорят говорит о том ну в общем вот эта финская ставка на небольшие но хорошо подготовленные ВВС она себя в общем-то полностью не оправдала но объективность ради ситуации зимней войны то есть там противостояние СССР и Финляндии один на один там никакая ставка не сыграла бы Советский Союз все равно просто задавил бы числом бухнули в стороне больших батальонов иностранная помощь тут не помогла бы никакая там не считая прямого там вмешательства в войну вот ну тем не менее да там финны получились у 26 истребителей и надо сказать выводы они сделали из произошедшего все-таки достаточно быстро да и уже сразу после окончания войны началась масштабная реорганизация ВСПВО уже 27 марта был сформирован 3-й истребительный полк ну в смысле он был второй по счету третий по номеру вот но это уже как бы для другой лекции тема а на этом мы с финскими истребителями в зимней войне закрываем вопрос остается один животрепещущий вопрос который интересует всех блогеров какое же было какое же было соотношение сбитых в воздушных боях ну мы мы сейчас не будем про отношения сбитых в воздушных боях говорить потому что у нас же еще в воздушных боях сбивали не только истребители бомбардировщики бомбардировщики у нас еще будет отдельная лекция про дар интригу подвесим короче да ну соотношение не очень хорошее прямо скажем ну да у них самое хорошее соотношение потери побед но с другой стороны посмотрите друзья как это помогло Финляндии да никак не помогло это вопрос о том что как при таких потерях можно было выиграть войну да вот так вот дойти до столицы противника вот так собственно и можно нормально победили потери большие при этом как бы результат все равно это все равно для финнов и не финнов все равно был печальный какие бы то они там не были прекрасные воздушные бойцы они реально были очень хорошие воздушные бойцы надо дать им должность они так долго не давали себя убивать короче это просто и финны не дали себя затоптать в конце концов нет я про финнов сейчас говорю вот они себя очень про финские истребители имею ввиду они как бы всю войну в общем-то отчаянно воевали как могли другое дело что они правильная тактика ибо там подавляющее просто я даже не знаю какой есть превосходить превосходной форме к слову подавляющее в какой-то момент они должны были начать валиться и вот 29 февраля четко это показало ну собственно конец февраля это они еще 25 февраля 29 февраля все потом они просто исчезли со сцены на какое-то время это они еще попали они под какие-нибудь там из 16 типа 18 или не под какой-нибудь полк там из 40-50 чай который бы на них налетел чайки бы вообще порвали конечно чайки вот в этом смысле были поэффективнее чем и шокеев 68 я там могло еще хуже все кончится но к счастью для финнов человек там был сравнительно мало 6 штук сегодня сам там штурмовали аэродром хотя они в бою тоже часто сбитых заявляют но тем не менее в общем как тезис про бог на стороне больших батальев он работает безотказно везде и всегда какой бы ты ни был молодец и прекрасный большие батальоны все равно вас затопчет спасибо большое Олег Николаевич очень интересно как всегда про что ты в следующий раз расскажешь нам в следующий раз я вам расскажу про ударную авиацию финскую отлично вот и наверное если не будем сильно растягивать то может подведем какие-то общие итоги по соотношению потерь общему сбитые воздушных байков все как все любят вот ну и потом отдельно поговорим про шведских добровольцев и в том числе так сказать про их прекрасное авиафлотилия в 19 самое смешное подразделение финских ВВС зато у них самые красивые самолеты были под конец они разрисовали их красиво но они это все любят выливали они к сожалению не так красиво да если по финским ВВС там соотношение заявленных и реально одержанных побед как мы сегодня выяснили был там один к полутора то у шведов оно было там что-то один к двум с половиной чем я помню из 12 а да один к трём даже интригу небольшую раскрою хотя это и так все знают все спасибо приходи спасибо большое до новых встреч всего самого наилучшего до свидания до новых встреч